Продолжаем с вами чтение книги митрополита Вениамена Федченко «На рубеже двух эпох». Но как и Патриарху Тихону и многим другим, из нас трудно было ещё становиться на новые социальные пути. «Для народа, как видно из этой картины, нелегко было сходить со старых путей». Народ опять начал кричать. «Тогда я обращаюсь к Булатникову и говорю, отведите меня лучше обратно, бесполезно просить их». Он согласился и обратился в арестную комнату. «Что было потом, я сам не видел, только слышал невероятный гвалт и с ужасом начал думать, неужели сейчас начнут расстреливать этот милый народ». После передавали, что вызвали роту матросов разгонять толпу. Но матросы, будто бы, может быть, эта легенда, отказались заниматься этим геройским делом. Тогда затребовали пожарную команду, чтобы поливать народ. Но это уже, наверное, легенда. Бабы распрягли лошадей и потащили со скамей своих мужей и братьев. «Пожарные были из того народа, что и защитницы мои». Тогда объявили город на военном положении. «Расставили пулемёты, грозили расстрелом. Народ вынужден был расходиться». После на допросе Булатников сообщил мне следующее. «Когда мы вас вывели к народу, и вы обратились к нему, я держал уже револьвер на взводе. И решил, если бы вы сказали хоть одно слово против нас, то я убил бы вас. Пусть и мы погибли бы, но и вам не жить. Но вы вели себя прилично». Так именно прилично и было сказано. После прихожане под председательством старшей сестры Владимирского собора жены генерала Некова собрались в Нижней церкви Покровского собора для выработки мир защиты. Но отряд чрезвычайки явился тогда с саблями наголо, так это всё потом и рассказывали в городе, и разогнал их. А генеральши будто бы порезали даже руку, порядок выдворили. Однако этот протест народа не прошёл напрасно. «Начальство разрешило четырём представительницам прихода являться по утрам в чрезвычайку и осведомляться о моём состоянии». Один из защитников вообразил, что мне уже преломали ноги и руки увезли в Одессу на казнь. Но этой идеей он сошёл с ума и был отправлен в лечебницу. Боюсь сказать сейчас, но, кажется, меня после возили к нему. Чтобы он убедился в фантастичности своего воображения. И он оправился. Зато одна из четырёх прихожанок, делегаток, посещавших меня чрезвычайки, скончалась от разрыва сердца. Так сохранилось в моей памяти. Генеральшу большевики после не трогали, и она скончалась мирно. Одна женщина, выехавшая из Крыма в Сербию, передавала мне следующий рассказ об этом. Чуть не в полночь пришёл к ней духовник, архимандрит Дионисий, человек замечательный, раб Божий. Домоработница, прислуга, по старому выражению, встречает его в испуге. Матюшка Барни помирает. Я знаю об этом, сказал он смиренно, потому и пришёл причастить её. И она тоже скоро скончалась. Потом начались нудные бесцельные дни, сиденья, точнее, лежания на полу. Припомню более интересные случаи из нашей жизни. Наши монахи были хорошими певцами, и мы устроили ежедневное утреннее вечернее богослужение на память. Остальные заключённые не протестовали. Тюрьма тоже помогает думать о Боге. Наше громкое пение через окно неслось на улицу, от которой нас отделяла высокая каменная стена, так что мы никого не могли видеть. Но пение привлекало людей. Говорили, что прохожие останавливались и со слезами крестились. Начальство наше. Дня два. Дозволяла нам эти службы, но потом, вероятно, из-за внимания с улицы разрешила молиться лишь тихо, без пения. Мы смирились. Вечером, когда уже было совсем темно, я был невольным свидетелем характерной сцены. Между нашим окном и стеною ходил дежурный часовой. Солдат лет двадцати-двадцати трёх. Когда он услышал наше пение, вдруг не дойдя ещё до окна, остановился, благоговение снял солдатскую фуражку, вынул из-за рта папироску и застыл. Но потом, точно вспомнив, что он уже не старый режимный солдат, а большевик-революционер, а мы преступники, часовой как-то особенно резко нахлобучил на векрень картуз, вставил снова папироску в зубы и, важно, зашагал по узкому промежутку. Боже, боже, подумал я, увидев всю эту картину, ну какой же он безбожник. Просто дитя революционной моды. И что ещё будет из него? Конечно, нам давали какую-нибудь пищу, но я решительно не помню тебе, что именно. Завалялась передача пищи с воли, и этого не помню. Лишь один случай запечатлелся навсегда. Приходит начальник стражи молодой, ещё человек лет 27-28, красивый и милый брюнет, подносит мне огромное блюдо. На юге называют его макотра или макитра, от слов маг-трут в них. Блюда, пирожков с вишнями, только начался их сезон. Владыка, это вам от моей мамаши. Я поблагодарил, беру. А в это время тихо шепчет мне в углу в шляпе шпион. Удивительно, душа человеческая тут же служит, и, конечно, искренне. Они по-провокаторски и тут же предупреждают поднадзорного. Я после его ухода передал монахам предупреждение, но и без этого мы ничего не говорили подозрительного. Всякий понимал, что тут не место для откровенностей. Он лежит к тебе и в потолок смотрит, будто равнодушно. Через дня два его убрали. Очевидно, не было смысла надзирать за нами, мирными людьми. Да и часовые были бесполезны. Никто и не думал удирать и заключение, ни монахи, ни светские. А макетру с пирожками я передал Ризничему в нашем монастыре отцу Амбросию, тому самому, которому пришлось поклоны отбивать за ночевку в городе. Теперь он тут же в городе ночует, но уже покаянных поклонов не бьет. Отец Амбросий, по нраву ласковый, был единогласно избранными за хлебодара, как рассказывается в истории Иосифа Прекрасного. Что приносилось нам с воли, то все передавалось ему. Он же делал это между всеми арестованными, не исключая мирян. Известно, что, в общем, несчастья люди делаются дружнее и милосерднее. Да и стыдно было бы нам есть, а другим не давать. Между нами было два офицера, их выпустили. И нам почему-то подумалось, не даром. Вероятно, и от них потребовали компенсации в виде слежки. Что-то очень спокойно, молчаливо, а не ушли из заключения. Однажды прошелся по нашей камере Коржиков, служивший здесь. Я с ним познакомился как-то за чаем у той же купчихи Пономаревой, где я имел до ареста квартиру. Но тут он сделал вид, что я неизвестен ему. Мы скоро с ним еще встретимся, но в другой обстановке. Загинул как-то один матрос, не служащих, а посетитель. Не служащих, а посетитель. Почему-то ему разрешено было спуститься к нам. Представьте себе красавца-блондина, футов шесть, точно статуя Аполлона. Шагая по камере, он начал кричать с невероятной злобой и буквально со скрежетом зубов. Где тут Вениамины и страшные бранные ругательства? Мы вам покажем контрреволюцию, и опять невероятная матершина. Мы все молчали. Так он и не узнал, кто из монахов Вениамин. Наругался, натешился и ушел. Но это был единственный случай за восемь дней ареста. Остальные все были сдержаны с нами. Только однажды мы слышали отчаянный крик, этажом ниже. Почему? Непонятно. Но на другой день оттуда перевели в нашу камеру моего второго келейника Ивана. И он сообщил, будто вы били бутылкой по голове какого-то рабочего меньшевика. За что не знаю. Дни через пять к нам впустили нового товарища по заключению. Это был молодой офицер, красивый, миловидный блондин с розовыми, как у девушки, щеками. С голубыми глазами, лет двадцати пяти. Весело смеющееся лицо, пощелкивание пальцами, вертение на ногах, иногда с приплясыванием. Все это нас поразило. Как ни были мы спокойны, но все же мы не улыбались и танцевали. А он точно на товарищскую пирушку пришел. Как вас зовут? Спросил я. Зовитесь Сережей. А фамилия моя Солнцев. Так Сережей. И завала его вся камера. Он нам рассказал, что арестовали его за дело. Фальшивое употребление каких-то печатей. Но не унывал. Надеясь, что вина его не столь большая. Сообщил, что до революции его стихи печатывались уже в толстом журнале. Кажется, в русской мысли. На нем была длинная кавказская бурка. Мы все сразу нашего тюремного соловья. Прошло два дня. Вдруг видим, что наш Сережа неожиданно замолк и стал печальным. Надел бурку и обратился ко мне с просьбой. Владыка, разрешите мне прилечь на вашей кушетке? Она не моя. Ныне вся собственность национализирована. Шутил я. Пожалуйста. Он завернулся в бурку и лег. Сережа, что с вами? Спрашиваем его. Заболели? Нет, ответил он протяжно уныло. Здоров. Но только чует душа моя, что не выйти мне отсюда живым. Почему? А вот двух офицеров же выпустили отсюда. Да, но мне не выйти. И сколько мы его не доказывали, он не убеждался. Так и пролежал в бурке день и ночь. На другое утро он обратился ко мне с неожиданной просьбой. «Ладыка, скажите мне что-нибудь о Христе, именно как о Боге, Сыне Божием. Вы знаете, что мы интеллигенты, в сущности неверующие, ничего как следует не знаем. И что ты ещё говорил об интеллигенции и себе?» Я потёк к нему на мою кушетку, стал говорить о божестве Иисуса Христа. «Да, вероятно, я в жизни никогда не говорю так горячо и убедительно, как в этой страшной тюрьме. Все заключённые, не только монахи, но и светские, слушались с молчаливым вниманием. Может быть, я говорил час, время промелькнуло незаметно. Когда кончил, Серёжа схватил мои руки с каким-то радостным непонятным смехом и стал благодарен целовать их. Ещё у меня есть один вопрос. Как вы христианское учение о личном спасении души примиряете с нашей интеллигентной верой о преимуществе общественного служения? Это завтра, а мы недовольны о Христе Господе. Действительно, на другой день я говорил ему и на эту тему. А он снова задал мне третий вопрос, не помню уж какой именно. Но знаете, Серёжа, ныне меня будут допрашивать, а завтра, вероятно, выпустят. Из-за ваших же вопросов, говорю шутливо, мне придётся добровольно оставаться здесь. Конец будет дальше. А пока я вспомню один из вызовов меня наверх в комендантскую канцелярию. Как я писал, четыре прихожанки приходили осведомляться обо мне и посмотреть. В комнате сидело два человека, помощник коменданта Булатникова, еврей, в военном френче и вешен оружием лет тридцати. Ещё юноша, мальчик русский лет семнадцати, писец. Вот слово-то какое, писец. Сейчас писец. Женщины что-то рассказывают мне о народе. Я не удержался. И слёзы покатились по щекам моим. Помощник коменданта, увидев это, сказал довольно мягко. Не плачьте, не плачьте, отец. Может быть, вы... Может быть, мы вас ещё и не стреляем. Я не об этом плачу. А народ хороший. Это радостно. От радости плачу. Тут вмешался мальчик. Владыка, скажите своим верующим, чтобы они вели себя прилично на улицах. А в чём дело? Да вот я иду по улице. А кто знает, что я здесь служу? Кричат мне, жид, жид. Я им говорю. Я не жид, я русский. Они говорят, покажи крест. Ну я ж креста не ношу. Передайте им, чтобы вели прилично. И всё это он говорил с весёлой улыбкой. Странная вещь – жизнь. Тут и трагедия с возможным расстрелом. Тут и комедия с обвинением в жидовстве. Нужно сказать, что на севере говорят евреи, а не жид. А на юге от Крыма до Галиции, Карпатской Руси и Польши употребляют слово «жид». Без всякой обиды, как французы говорят «ля жив» американцы, да, но я это по-английски не читаю, да, немцы – «юда» и «евангелие жид», жидовят племени Иуда. Кстати, сказать, скажу несколько слов о евреях. Существует среди некоторой части русского общества мнение, будто всю революцию они сделали. Я не знаю состава подпольных организаций, но то, что я видел, не позволяет мне соглашаться с таким огульным обвинением. Наоборот, я полагаю, что революцию делали и сделали свои русские люди, подготовляя её сто лет, начиная от русских декабристов до князей Рюриковичей в Государственной Думе. Разумеется, прилипло к ней очень много евреев, недовольных своим тяжёлым положением. В каковом я лично виню не только лишь правительство, но и замех евреев. Этот вопрос трудный и не живный до конца истории человечества. В момент революции евреи дали огромное количество служащих на всех поприщах послов, консулов, комиссаров, политиков, комендантов, чекистов, чекисток, изредковоенных. Всё это было на виду у всех. А евреи даже подчёркивали свои права и власть. Как сейчас помню двух евреев, студентов в Москве, в первые дни революции. Они шли с высоко поднятыми головами, и при том не по тротуару, а посередине улицы. Известны всем имена таких видных вождей революции, как Виновер, Троцкий, Литвинов, Свердлов, Сокольников, Каганович и прочие. Но я снова повторяю, что революция в России была общим делом народных масс. Я лично больше слышал, чем видел их. Но, конечно, их было много. Много тогда на верхах и в канцеляриях. Однажды в Крыму я даже задал вопрос бывшему фельдфебелю, одному из храповского отряда, приехавших делать обыск. Почему у вас так много евреев? А как же? Вы интеллигенты. Пошли против нас. Саботажем занялись. Мы же люди малограмотные, а нам нужны везде люди образованные, и с иностранцами сноситься надо. Они знают языки. Вот мы пока и взяли на службу. Это пока мне врезалось в память и постепенно оправдалось. Чем шло дальше время, тем всё больше воспитывалось собственное молодое поколение, которое начало заниматься места. Теперь мы видим, что евреев становится везде всё меньше и меньше. Не говоря уже о том, что по советским законам правами гражданцев пользуются все, без различия рас. Карл Маркс, сам еврей, верил и говорил, что лишь в социалистическом трудовом строе евреи, вынуждены имеющие право трудиться, как и все, и живут в тёмной стороне своей батареатической натуры. Не знаю, сбудется ли это. Ведь среди евреев тоже существует глубокое деление на бедных и имущих. И теперь история знает не только защитников советского строя, но и весьма значительный процент буржуазно настроенных евреев и печатных органов противников его. Советский строй требует труда и уничтожения эксплуатации. Однако должен осознаться, что недружелюбное отношение к евреям было довольно широко распространено среди общества во время революции. Я даже думаю, что и в народных массах не в любви к ним, а просто они были нужны пока. Несомненно, что и новый строй внес массы лояльное отношение ко всем народам и племенам Советского Союза. И там расовая нетерпимость преследуется законами и карается. Если Бог даст, завтра будем продолжать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok